Добрый день! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире. Состоялась 24-я сессия Национального собрания Республики Западной Армении, 7-я сессия Национального собрания Западной Армении, 2-го созыва, доклад Фрежа Абрамяна. На встрече с Лавровым Мирзаем подчеркнул важность вопроса о мерах вандализма со стороны Азербайджана. Отчет Совета Европы имеет два значения, турколог объяснил значение. Была названа возможная причина болота в районе Тавшанске в Джавахке. РИА Новости удалила интервью с госминистром Арцаха Артаком Бегларяном. ЮНЕСКО является свидетелем вандализма со стороны Азербайджана на оккупированных территориях Арцаха, поставленный представитель Республики Армения. 8 июня 2022 года состоялась 24-я сессия Национального собрания Республики Западной Армении, на которой присутствовали 18 депутатов. Были обсуждены вопросы повестки дня. Депутатам был задан вопрос, кто хотел бы представить свою кандидатуру. На следующих выборах депутата председателя Национального собрания следующего президента Западной Армении председатель Национального собрания представил законопроект, согласно которому 2023 год считается годом выборов, в течение которого с февраля до ноября кандидаты в депутаты могут начать сбор подписей, чтобы стать депутатом третьего созыва 2024 года. Председатель Национального собрания зачитал также указ президента Западной Армении о назначении Павла Тайланяна на должность почетного консуля Западной Армении в Уругвайе. В конце заседания была утверждена повестка следующего заседания. На седьмой сессии 2-го САЗово Национального собрания Западной Армении, которое состоит с 28 мая, депутат Национального собрания, член комиссии Национального собрания по делам ветеранов и инвалидов, патриотическим общественным и общинным организациям, председатель Национальной ассоциации ветеранов, армянских воинов, освободителей и единомышленников. Знамя носит Западной Армении в Реже Абраме, представит доклад, в котором, в честности, говорится, «Я родился 26 июня 1936 года. У меня трое детей – Арменак, Шушан и Ануш. Путь, который я прошел, похож на путь, пройденный господином Жаном Казаросяном. Представляю свой отчет о деятельности за один год. Я участвовал во всех религиозных и патриотических церемониях, в Антибекане и других городах Франции, а также почтил память погибших в войне в некоторых городах. Мне выпала честь присутствовать с флагом Западной Армении на выставке «Армянское наследие Арцаха и Западной Армении». Через несколько дней я приму участие в Антибе, в конференции «Черное море – сердце Европы», который пройдет в Доме ветеранских объединений под руководством председателя Национального совета Западной Армении Арменака Абрамяна. У меня была встреча с председателем различных муниципалитетов. В конце мая с флагом Западной Армении я принял участие в 19 патриотических мероприятиях. До конца 2022 года мы продолжаем совместно проводить церемонии памяти погибших наших дорогих товарищей. Я искренне благодарю всех депутатов Западной Армении, которые делают прекрасную работу в Рэйш Абрамян. В следующем выпуске новостей мы представим доклады и выступления других участников седьмой сессии. В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергей Лавров сказал, в рамках процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов за пределами Азербайджана армянской государственной границы, в том числе и в связи с территориями, где временно находится российский миротворческий контингент. А министр иностранных дел Армении Арат Мирзаян подчеркнул, что проблема с сохранением многочисленных культурных и религиозных памятников Арцаха, оказавшихся под контролем азербайджанских вооруженных сил, на фоне вандализма требует немедленного международного вмешательства. Нельзя не отметить также армянофобскую риторику высшего руководства Азербайджана. Постоянная провокация и периодическое нарушение режима прекращения огня, сказал Мирзаян. Турколог Декам факультета Востоковедения ЕГУ Рубен Мелконьян в эфире «Спутник Армения» коснулся доклада «Совет Европы по Турции. В вашей политической торговле есть разные устойчивые слова, и вопросы геноцида армянского и курдского вопросов очень часто поднимаются для оказания влияния на Турцию», сказал Мелконьян. По его мнению, по сравнению с другим структурами, в случае с этой европейской структурой, можно говорить, прежде всего, что иногда затрагивается тема геноцида армян. Коснувший акцентов доклада, турколог отметил, что они достаточно правильные и четкие, не только в плане признания геноцида, но и в плане сохранения армянских культурных и духовных структур, которые находятся на территории Турции. Этот доклад имеет как минимум два значения. Во-первых, утверждение, что Турция собирается урегулировать отношения с Арменией, не делая никаких выводов или позитивных шагов в плане противостояния истории. И, во-вторых, это также четкий показатель того, что феномен, называемый эпохой мира Турции, не имеет ничего общего с реальностью. Той самой Турции, которая продолжает свое античеловеческое геноцидное мышление и в наши дни, сказал Мелконьян. Рядом с мостом любимым Ахалкалакцами силия Бавра в Товшанке заболочено. Местные власти называют причиной этой частной осадки. В Ахалкаладском сервисном центре сообщили, что водопровод находится ближе к дороге и не может иметь никакого отношения к подтоплению этого участка. Возможно, причиной подтопления в сервисном центре называют либо появление нового родника, либо сильные осадки. Начальник отдела экологической службы управления экологией Ахалкаладского муниципалитета сказал, что руководство знает об этой проблеме. И если проблема будет углубляться, в качестве решения проблема будет указана на установку дренажной системы. По словам местных жителей, еще два недели назад следов болот не было. Российское информационное агентство РИА Новости удалило со своего сайта интервью с государственным министром республики Арцах Артагом Бегларяном, после публикации которого сайт был заблокирован в Азербайджане. Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с блокировкой сайта из-за интервью с Бегларяном заявило, что российские государственные агентства якобы распространяют информацию, которая выступает против территориальной ценности Азербайджана и стимулирует сепаративные тенденции. Прочитайте интервью можно по следующей ссылке на нашем официальном сайте. Вступы в ЮНЕСКО Армения подтвердила вклад своей культуры в наследие человечества. Однако мы должны также оценивать, что членство в учетном участии страны и деятельности организации на протяжении многих лет Армения была полностью вовлечена в осуществление мандата ЮНЕСКО и распространение универсальных ценностей, гарантом которых она является. Мы с беспокойством следим за опасностями, угрожающими культурному наследию в конфликтных зонах, за уничтожением тысячи хачкаров на армянском кладбище Нахиджевана. И сегодня, несмотря на усилия генерального директора, ЮНЕСКО бессильно является свидетелем разрушения и других случаев вандализма в отношении армянских культурных ценностей, находящихся на оккупированных Азербайджаном территориях Арцах. Да, мы должны сделать все, чтобы спасли вымирающее наследие, сказал в своем выступлении посоль Кристиан Терр Степанян, поставленный председателем Армении при ЮНЕСКО. А сейчас музыкальная часть. Армянская народная песня. Армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром!